Настало время спать, и маленький зайчонок крепко ухватил большого зайца за длинные-длинные уши. Он хотел точно знать, что большой зайц его слушает. Знаешь, как я тебя люблю? Конечно нет, малыш. Откуда мне знать? Я люблю тебя вот как. И зайчонок раскинул лапы широко-широко. Но у большого зайца лапы длинней, а я тебе вот как. — Ух, как широко! — подумал зайчонок. — Тогда я люблю тебя вот как. И он потянулся вверх изо всех сил. — И тебя вот как. — потянулся за ним большой зайц. — О, Гро, как высоко! — подумал зайчонок. Мне бы так. Тут зайчонок догадался. Кувырк на передние лапы, а за задними вверх по стволу. — Я люблю тебя до самых кончиков задних лап. И я тебя до самых кончиков твоих лап подхватил его большой зайц и подбросил вверх. — Ну тогда... Тогда знаешь, как я тебя люблю? — Вот так! И зайчонок заскакал, закувыркался по полянке. — А я тебя вот как. — усмехнулся большой зайц, да так подпрыгнул, что достал ушами до веток. — Вот это прыжок! — подумал зайчонок. — Если бы я так умел! Я люблю тебя далеко-далеко по этой тропинке, как от нас до самой реки. А я тебя как через речку и вон за те холмы. — Как далеко-то! — сонно подумал зайчонок. — Ему больше ничего не приходило в голову. Тут вверху над кустами он увидел большое темное небо. Дальше неба ничего не бывает. — Я люблю тебя до самой луны! — шепнул зайчонок и закрыл глаза. — Надо же, как далеко! Большой зайц положил его на постель из листьев. Сам устроился рядом, поцеловал его на ночь и прошептал ему в самое ухо. — И я люблю тебя до самой луны! До самой-самой луны! И обратно! Субтитры создавал DimaTorzok